Привет! Я очень рада видеть вас сегодня снова со мной. И мы продолжаем рассказывать истории. Сегодняшняя история будет самая интересная. Потому что она о привидении. И мы узнаем о знаменитом английском писателе. Оскар Туайлд. Его зовут Оскар Туайлд. Он популярный ирландский поэт, романист и драматист. То есть человек, который пишет драмы. Мы уже знаем, что Англия состоит из четырех частей. Мы знаем, что Англия состоит из четырех частей. Скотланд, Шотландия, Вейлс, Вейлс, and Ireland, Northern Ireland, и Северная Ирландия. Оскар Туайлд was from Ireland. Так вот, Оскар Туайлд и был как раз из Ирландии. He was an Irish writer. Он был ирландским писателем. Англичане почему-то постоянно пытаются подчеркнуть, из какой именно части Англии они есть. То есть они говорят, я Вейлсец, я Шотландец, я Англичанин, Британец, я Ирландец. Итак, поехали. We are going to read a story. Мы сейчас прочитаем с вами историю. But, first of all, но прежде всего, еще раз хочу вам напомнить одно очень важное правило. Пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Что самое главное в изучении английского языка? Как вы думаете? Вот прямо сразу отвечайте, не задумываясь. Как вы думаете? Конечно же, говорить. Говорить, говорить и еще раз говорить. Так вот, я призываю вас, пожалуйста, не забывайте повторять за мной все, что я читаю на английском языке. Таким образом вы будете формировать навык говорения. Сейчас у вас, конечно, нет возможности общаться с носителем языка. Своим ученикам я говорю, где можно найти такое общение. Ну, пожалуйста, повторяйте за мной и все у вас пойдет. Все у вас получится. Окей. Read with me. Читаем со мной. Оскар Вайлд был популярным ирландским поэтом, романистом и драматистом. His most famous works include the picture of Dorian Gray, the importance of being earnest, as well as some excellent short stories, like the Cantervale ghost. Его самые знаменитые работы включают такие произведения, как картина Дориана Грея. Между прочим, очень интересное произведение. Сегодня советую всем почитать, как человек не старел, а старела его картина, портрет, нарисованный с него. Почитайте обязательно, как домашнее чтение на английском языке. The importance of being earnest, важность быть искренним, as well as some excellent short stories, так же, как некоторые отличные короткие истории, like the Cantervale ghost, такие, как кинтервильское приведение, которые мы и сейчас с вами будем читать, отрывок из этого произведения. This story is about an American ambassador. Это история об американском посоле, посолу. Ambassador. And his family и о его семье, who buy a house, которые покупают дом, although the locals warn them that ghosts live in it. Хотя местные warn them, предупреждают их, что привидение живет в этом доме. After several incidents, когда произошло несколько инцидентов, the Otis family begin to notice the Cantervale ghost. Семья Отисов начинает замечать кинтервильское привидение. Я для вас приготовила лист со словами. Let's look at it. Давайте посмотрим на него. And learn some new words. И выучим некоторые новые слова. Ambassador. Посол. Warn. Предупреждать. Несмотря на то, что слово пишется warn. W-A-R-N. Читается как O. Warn. Предупреждать. Warning. Предупреждение. Notice. Замечать что-то. Foolish thing. Глупость. Haunted house. Дом с привидениями. Clank of metal. Лязганье металла. The lights were out. Свет погас. Out. Гаснуть. Strike a match. Зажигать спичку. Слово strike имеет много разных значений. Это неправильный глагол. It is in a regular verb. Strike. Struck. Struck. Его формы. Еще. Strike. Если это существительное, то означает забастовка. Если глагол, то бастовать. Можно еще сказать. It struck my mind. Это пришло мне в голову. Это меня поразило. Exactly. Exactly. Точно. Is he your bridegroom? Он твой жених. Exactly. Точно. Ты угадала. Exactly. Be calm. Быть спокойным. Мы обычно говорим. Calm down. Calm down. Успокойся. Noise continued. Шум продолжился. Hear the sound of footsteps. Услышать. Hear the sound. Звук of footsteps. Шагов. Как у нас будут шаги? От слова football. Foot это ступни. Steps это шаги. Footsteps. Шаги. Hear the sound of footsteps. Услышать звук шагов. Глагол hear тоже у нас неправильный. Hear, heard, heard. Немножечко надо их вниз. Итак. Put on slippers. Надевать тапочки. Как же нам запомнить slippers? Тапочки. Мы надели тапочки и пошли спать. От слова sleep. Только пишется у нас sleep через double E. А здесь через букву I. Slippers. Dressing case. Commod. Dressing case. Old fashioned clothes. Старомодная одежда. Fashion это мода. Handcuffs. Наручники. Hands мы уже помним. Cuffs. Handcuffs. Наручники. Rusty chains. Ржавые цепи. Давайте мы так потрем. Сделаем, выучим это слово на методе ассоциаций. Сейчас это очень популярный метод. То есть вы придумываете себе какие-то ассоциации на слово. И таким образом его запоминаете. От слова растирать. Rusty chains. Мы как будто их растираем. Ржавые цепи мы растираем. Rusty chains. Wrists. Запястье. Ancles. Лодыжки. Посмотрите, как слово ankles похоже на слово ankle. Дядя. Дядя ankle. А лодыжка. Это у нас на ноге место, где прикрепляется нога к ступне. Вот это у нас лодыжки. Ancles. Не ankles, а ankles. Wrists and ankles. Запястье и лодыжки. Лабрикант. Смазка. Очень популярная снова у механиков. Когда я занималась с моряками, у них это слово как раз вот морской английский в ходу. Смазывает разные механизмы. Лабрикант. Смазка. Я оставлю его здесь для вас. Неправильный глагол еще один. Leave left left. У него очень много значений. Уходить, покидать, оставлять, уезжать и даже заканчивать школу. Да. Я оставлю его здесь для вас. Marble table. Мраморный столик. Marble table. Ну все, я надеюсь, минимальный тот запас слов, который нам нужен для понимания текста, у нас есть. Я бы даже сказала максимальный. Then let's read the text. Тогда давайте читать текст. Итак. Почитайте название истории, послушайте звуки. Как вы думаете, что происходит в этом отрывке? Ну, слушать мы не будем, а мы сразу приступим к делу. The Canterville ghost. Это кантервильское привидение. When Mr. Hiram B. Otis, the American ambassador, bought Canterville chase, everyone told him it was a very foolish thing to do, as the place was haunted. Когда мистер Хирам Б. Otis, американский посол, купил кантервильский замок, каждый сказал ему, что это было очень глупо с его стороны так поступить, так как в этом месте водились привидения. Хаунтед хаус, дом с привидениями. Read with me. Читай со мной, давай. When Mr. Hiram B. Otis, the American ambassador, bought Canterville chase, everyone told him it was a very foolish thing to do, as the place was haunted. At eleven o'clock, the family went to bed. В одиннадцать часов семья пошла спать. Read with me, читай со мной. At eleven o'clock, the family went to bed. And by half past, all the lights were out. И к половине после одиннадцати, то есть полдвенадцатого, весь свет погас. Read together. Читаем вместе. And by half past, all the lights were out. Sometime later, некоторое время спустя, sometime later, Mr. Otis woke up. Mr. Otis проснулся. Because of a noise outside his room. Из-за шума снаружи его комнаты. It sounded like the clank of metal. Это звучало, как клацание металла. It sounded like the clank of metal. He got up at once. Он встал немедленно, тут же. He got up at once. Struck a match. Зажег спичку. Неправильный глагол. Strike, struck, struck. And looked at the time. И посмотрел на время. And looked at the time. It was exactly one o'clock. Это было точно, ровно, час. It was exactly one o'clock. Mr. Otis was quite calm. Mr. Otis был довольно спокоен. Как мы говорили, успокойся. Come down. Come down. Mr. Otis was quite calm. The strange noise continued. Странный шум продолжился. The strange noise continued. And with it, he heard the sound of footsteps. И с ним он услышал звук footsteps. He put on his slippers. Он надел свои тапочки. He put on his slippers. Took a small bottle out of his dressing case. Вытащил маленькую бутылочку из своего комода. Прямо перед ним он увидел пожилого мужчину. Right in front of him, he saw an old man. He looked terrible. Он выглядел ужасно. He looked terrible. His eyes were red. Его глаза были красные. His hair was long and gray. Его волосы были длинные и серые. His clothes were old-fashioned and dirty. Его одежда была старомодная и грязная. And there were handcuffs. И были наручники. And rusty chains. И ржавые цепи. On his wrists. На его запястьях. And ankles. И лодыжках. Читаем это предложение вместе. His eyes were red. His hair was long and gray. His clothes were old-fashioned and dirty. And there were handcuffs. And rusty chains. On his wrists and ankles. В слове wrists W не читается запястье. My dear sir, said Mr. Otis. Дорогой сэр, сказал мистер Otis. My dear sir, said Mr. Otis. Those chains need oiling. Эти цепи нуждаются в смазке. Oil это масло. Это также нефть. Это слово означает oil. Those chains need oil. Here, take this small bottle of lubricant. Вот, возьмите эту маленькую бутылочку с маски. Here, take this small bottle of lubricant. I will leave it here for you. Я оставлю ее здесь для вас. Will, будущее время. Вспомогательный глагол will. I will leave it here for you. And I will give you more if you need it. Я дам вам больше, если вам понадобится. And I will give you more if you need it. With these words, с этими словами, The ambassador put the bottle down on a marble table. Посол положил, поставил бутылочку на мраморный стол. And went back to bed. И пошел назад спать. Closing the door behind him. Закрывая дверь за собой. Еще раз, давайте прочитаем это предложение в английский вместе. With these words, the ambassador put the bottle down on a marble table. And went back to bed, closing the door behind him. Now you understand this text. Теперь вы этот текст понимаете. Let's do exercise. Давайте сделаем упражнение. Exercise 3. Complete the sentences. Заполните предложение. Explain the words in bold. И объясните выделенные слова. The words in bold. Это выделенные слова. Мы их все уже выучили. We have learned them already. Итак. One. Mr. Otis was there. Кем же был Mr. Otis? Mr. Otis was the American ambassador. Вот я вам стрелочкой показываю в тексте, где это. The American ambassador. Он был американским послом. Mr. Otis bought. Mr. Otis купил. Что же он купил? He bought Canterville Chase. Кантервильская. Кантервильский замок. People said that Canterville Chase... Люди говорили, что оно было. The Canterville Chase was haunted. Вот в тексте. Was haunted. Было с привидениями. Четвертое предложение. Mr. Otis woke up because... Mr. Otis проснулся, потому что... Почему же он проснулся? Because he heard... Потому что он услышал... A noise... Шум... Outside his room. Снаружи своей комнаты. Вот где это в тексте. Because he heard... A noise outside his room. Five. Пятое предложение. Outside his bedroom. Снаружи своей спальни. He saw... Он увидел... Что же он услышал? He saw... Смотрите. He opened the door. Он открыл дверь. Right in front of him. He saw an old man. И прямо перед ним он увидел пожилого человека. He saw an old man. И шестое предложение. The sixth one. Mr. Otis gave the ghost... Mr. Otis дал привидению... Give, gave, given... Неправильный глагол. Что он ему дал? Mr. Otis gave the ghost... A small bottle of lubricant. Маленькую бутылочку смазки. A small bottle of lubricant. Все, друзья. Мы сделали с вами это упражнение. И теперь вам остается только пересказать этот текст в школе. Насколько я знаю, в школе обычно просят пересказ. Я имею определенную методику, по которой учу своих учеников пересказывать тексты. Ну, для этого у нас есть занятия в прямом эфире. Мы занимаемся по скайпу. Но я уверена, что вам будет достаточно знаний, чтобы хотя бы прочитать и перевести этот текст. И вы тоже получите пятерку. Пожалуйста, пишите мне свои пожелания. Если что-то вы хотите улучшить или что-то вы не поняли, пишите мне, пожалуйста, под этим видео. Ставьте лайки. Я надеюсь, это видео вам поможет. И в следующем уроке мы встретимся с вами для того, чтобы подвести итоги второго урока в учебнике Spotlight. Пожалуйста, не опаздывайте. Смотрите все это видео и получайте пятерочки. I'm waiting for you in the next lesson. See you later. Bye.